Друзья, приветствую вас! Сегодня я хочу вам рассказать о такой торговой марке, как Terra Rich и таком продукте, как Kibon Yagnonka. Я считаю, что для украинского рынка это эксклюзивный продукт, потому что ничего подобного никто из производителей в Украине не делает. Но, к сожалению, мои коллеги-повара не совсем понимают, как с этим продуктом обращаться и что с ним делать, и как его готовить, чтобы он был максимально вкусным, максимально сочным и максимально гости наши кайфовали в наших ресторанах от того, что мы готовим классный украинский продукт. Я покажу сейчас. Я его заранее замариновал. Маринад простой. Немножко чеснока, чуть тимьяна, соль и растительное масло. Замариновали на самом деле вчера. Ничего больше не делали. Вот такой продукт. Заранее подготовили также ингредиенты некоторые. А именно, тесташки для панировки, горчицы для того, чтобы панировать одеть на ягненка. Пюре из баклажанов с крем-сыром. Очень ярко выраженный вкус баклажанов. Баклажаны хорошо работают с ягненком. И соус из копченого, печеного болгарского перца. Запекли в коспире болгарский перец. Почистили от кожуры. Положили в термомикс. Добавили куриного бульона. Немножко крем-сыра. Взбили. В процессе взбивания в термомикс добавили смокер. Подкоптили слегка. Очень классный аромат. Очень вкусно. Ну и слегка в конце добавили чили перца. Люблю чили перец. Считаю, что он сочетается с ягненком практически во всех блюдах. Вот поэтому достаточно много добавляю в блюда с ягненком чили. Будь то соус из болгарского перца или же, возможно, какие-то соуса холодные, но обязательно с легкой пикантостью. Наша сковорода практически нагрета. Я не добавляю сюда ни чеснок, ни розмарин. Почему? Потому что я замариновал уже мясом. Вот для того, чтобы сформировать красивую корочку, вот так стороной толстого края, так называемого, выкладываю на сковородку, уменьшаю нагрев и буду обжаривать до появления румяной аппетитной корочки. Соуса я заведомо подогрел для того, чтобы иметь правильную консистенцию. Поэтому наша задача будет только довести до температуры подачи и сервировать блюдо. Пока готовятся ягненки, измельчим фисташки. Вы можете использовать любой другой орех, можете использовать миндаль, можете использовать фундук. Мне в этом блюде хочется добавить фисташки. Я их просушил ночь в дегидраторе, они достаточно зеленые, при этом сухие. Не люблю жареные фисташки, потому что они теряют цвет, они становятся желтыми. А я хочу, чтобы фисташки были салатово-зелеными. Мясо с одной стороны уже обжарилось, переворачиваем и жарим красиво с другой стороны. Я сознательно сначала жарю со стороны профиля, потому что фас мы пожарим в самом конце. Наш ягненок говорит нам, что уже пора переворачивать его. Все, повернули. Сформировав аппетитную корочку по контуру, я повернул его на срезы и теперь буду жарить на срезах. Уменьшаю нагрев сковороды для того, чтобы мясо прожаривалось. Не сразу обгорало, не сразу обжаривалось, а чтобы можно было прожарить его. В идеале я хочу его приготовить на сковороде, не применяя камни-комат. Это идеальный вариант бы для меня был. Медленное-медленное приготовление мяса. Тогда сок и вкус остался бы в мясе. Я это блюдо рассматриваю как альтернатива коре ягненка. Потому что в этом блюде сочетается два самых деликатеса и нежных части туши ягнятины. Это толстый край и это вырезка филе. Также есть нюанс в контроле температур, потому что очень многие мои коллеги пережаривают мясо. И доставляют гостю то удовольствие, которое этот стейк может доставить. Рецепт пюре из баклажанов достаточно простой. Он будет в описании ниже ролика. Я люблю баклажаны и готовлю много интересных вещей из баклажанов, даже десерт. Поэтому для меня баклажаны такой безотходный продукт, который я применяю в приготовлении очень-очень многих блюд. Переворачиваем стейки. Такая ароматная, аппетитная корочка появилась. Вот этого я добивался. Я добивался такого вкуса. Вот она такая тверденькая, хрустящая, классная. Еще 3 минуты жарим. Помечаем конвектомат. Потом подаем. И мы блюдо наше приготовим за 10 минут. Это очень упрощает задачу вашим поварам. Блюдо классного, крутого уровня с одним очень оригинальным соусом и хорошим классным гарниром, который легко приготовить и который очень спокойно переносит все технологические процессы. Будь то заморозка, если у вас низкий оборот в низкие сезоны, или же вы летом хотите подготовить в сезон баклажановое пюре, пожалуйста, приготовьте его по моему рецепту. Завакуумируйте по порциям, заморозьте и можете смело 2-3 месяца знать, что у вас есть заготовка. И когда уже баклажаны будут стоить очень дорого на рынке, вы будете гостей кормить очень классным блюдом с ароматом и вкусом лета. Мы обжарили наше мясо, сейчас оно идет в духовку. В это время доведем до температуры подачи соус. Немного куриного бульона добавим. Достигнув соусной консистенции. Люблю, чтобы соуса были консистенции, так более взрослые повары меня поймут советской разведенной сметаны. Сейчас закипит соус, доведем до температуры подачи пюре с баклажанов. У нас подготовлены фисташки, не острая горчица. Максимально локальный продукт – украинский огненок, украинский летний болгарский перец красного цвета, исключительно красного. Украинские баклажаны, украинское сливочное масло, украинская горчица и импортные фисташки. Но фисташки можно заменить. А можно вообще без фисташек. Но я предпочитаю фисташки. Раз, готово. Нагреваем второй ингредиент. Тибоны практически готовы. Даем мясу немножко отдохнуть. Аромат баклажанов поднялся. Пока баклажаны прогреваются, смазываем ягненой горчицей. Я смазываю только ребро для того, чтобы прилипли орехи. И делаю вот так. Раз. И два. Раз. И два. Конечно же, я не экономлю орехи. Для того, чтобы получилось максимально крутое, вкусное блюдо. Важно промазать горчицу во все складки мяса, для того, чтобы орехи максимально могли прилипнуть. Потому что в этом случае горчица выступает не только как дополнительный вкус, но еще и как своеобразный клей для орехов. Сервируем. В первую очередь в центр тарелки. Наливаем соус из подкопченного печеного болгарского перца. Делаем вот такое движение. Еще немножко соуса. Рядом выкладываем пюре из баклажанов. Я так его. Это именно пюре. Мне не стояла задача приготовить крем. Я готовил именно пюре. Посыпаем сесташками. И подаем кибоны. Немножко украшаем блюдо микрогрином. Для того, чтобы придать свежести и летность. И, конечно же, ягненок, тархун, масло. Это всегда беспроигрышный вариант в вашем блюде. Это достаточно простой пример, как можно оригинально и быстро сделать в вашем ресторане Классное блюдо из ягнятины торговой марки Террорич. То, что всегда у нас на кухне под рукой. То, что не требует особых кулинарных навыков и знаний. 8 минут и блюдо для ваших гостей готово. Редактор субтитров А.Семкин.